Всем привет, кто любит Махнады? Чудович! Сегодня коротенькое видео. Я что-то в последнее время заметил, что видео начали из разряда быть Ничего не бойтесь, все классно. Вот сегодня опять такое видео. Как говорится, все нормально. Падаем. Вопрос задавали. Я, наверное, на него когда-то отвечал. Что делать, если забродил в рамках мед Улье? Это я вам в рамочке показываю, но мед не забродивший. Когда мед бродит, он из ячеек таким горбиком выглядывает, потому что когда мед бродит, он в размерах увеличивается. И тогда начинает выливаться из ячеек. И тогда потеки по рамкам есть меда, сразу видно. И мед, он вроде как с горочкой из ячеек торчит. Каплики такие торчат из ячеек. Тут у меня мед более-менее нормальный. Это я рамки лишние повытягивал. Я осматривал. Ну понятно, что там есть некоторые осы пчел. В общем, лишние рамочки повытягивал, потому что 15 февраля, скоро расплод. Надо гнездо гореть, им лишние рамки везде уже не надо. Так вот, что делать, если забродил в рамках мед? Видео, как я сказал, из разряда не паниковать. Все нормально, прекрасно, Амаркиза, все чудесно. Значит, почему бродит? Потому что лишняя влажность. Ну, обычно бродит открытый мед. Мед, он гигроскопичный, он в себя втягивает влагу. А так как у нас зимы тепленькие, перепады температур, влажность в улье повышается, мед в себя набирает воды и начинает бродить. Тогда он выливается на пчел, и пчелы вынуждены, чтобы не утонуть в нем, его потреблять в повышенных количествах. Но, опять же, бывает, мед бродит даже там, где пчелы не сидят. Это же понятное дело, что он бродит там, где пчелы сидят. И тут, ну, клуб же только в одном месте рамки. А в другом месте, где пчелы не сидят, он там тоже бродит. Вот люди интересуются, что с этим медом делать. Опять же, я вас успокою, вообще ничего делать не надо. Не надо вам ничего с ним делать. Вот этот забродивший мед, который забродил уже начало февраля. Скоро пчелки уже пойдут выращивать расплод. Скоро март месяц уже остался. Месяц нам дозимовать, и будет март. А там уже тепло, там уже клубы распадутся. Вот этот забродивший мед пчелы нормально используют. Вот, ничего страшного. Они едят все весной. Даже забродивший мед. На ихнее здоровье это никак не повлияет. Да, это, конечно, нехорошо. Вот, если мед забродивший, и они жрут его во время зимовки, это плохо. Потому что жрут лишнего, я сказал, почему? Потому что они тонут в нем. И тогда они обгаживаются неизбежно. Потому что повышенное потребление кормов. Это нехорошо. А на конец зимовки забейте на это дело. С этим медом ничего делать не надо. Вот, обычно мед, который запечатанный, он не бродит. А бродит тот, который распечатанный. Пчелы его заберут при первых потеплениях. Заберут и затянут в гнездо. И съедят. Но если вдруг у вас таких рамок много, допустим, в сотохранилище, и мед забродил, и к пчелам он никакого отношения не имеет, то, чтобы его сохранить, хотите, выкачите на медогонке в баночку. И в баночке храните. Хотите, так и оставьте. Опять же, ничего страшного. Забродившим медом весной можно подкармливать. Ну, а если у вас мед забродил в рамках, которые находится в сотохранилище, к пчелам никакого отношения не имеют, просто хранился и забродил, то хотите, его на медогонке выкачите. А потом пастеризацию сделайте. Ну, то есть прогреть его при определенной температуре, определенное время. Там убьются вот эти бактерии, которые провоцируют брожение. Вот, и он нормальный мед, сами. То есть пастеризированный мед, если мед забродил, пастеризируйте его, и вся эта беда исключается. Все нормально становится. Такой мед пригоден для пчел. Но даже если вы этого не сделаете, и мед в рамках пчелы весной даете такой мед, и они его забирают. Конечно, многие со мной могут не согласиться и сказать, что это неправильно. Пчелок надо кормить только качественными медами, все такое. Но, честно говоря, по своему опыту, жрут они любой мед. Когда начинает не хватать кормов, жрут все. И вот этот забродивший мед тоже выгребает. Я когда-то вот эти рамки с забродившим медом ради интереса просто ставил на пасеки. Посредине пасеки. И они прилетали, то есть воровки. И эти рамочки обсушивали. Вот, потому что если бы им этот мед был неинтересен, то они бы за ним не летали. А они летают за забродившим медом. Можете эксперимент, это тоже мой повторить подвиг. Пчелки облетятся. Вот в этот день, ну в первый день они не особо летают, на второй день вот эти рамки с забродившим медом выставили на пасеку. Воровки прилетели, забрали весь к чертовой матери. высосали все до нитки то есть забродивший мед их весной интересует он для корма пчел не скажу что самый хороший на принципе пригоден поэтому не переживайте как я сказал на все нормально падаем забродивший мед это не проблема не проблема все будет хорошо паниковать не надо все пойдет в дело ничего не пропадет если сильно переживаете выкачивайте грейте пастеризируйте в принципе можно нагреть и в рамке конечно но это немножко неудобно при том температура нагрева меда она меньше чем температура плавления воска поэтому если правильно выдержать температуру то вы ее пастеризируйте даже в рамках такие даже чудеса бывает честно говоря геморройное дело я этим не занимаюсь хотя в принципе это возможно так вот не паникуйте все хорошо забродил фиг с ним все будет хорошо сидеть дядь лишь бы пчелы перезимовали выжили и все будет хорошо на сегодня такой истукающий видео ставим лайком по нароскам никто нас равно потому что я очень жаден до лайков и передаем при этом и мохнатеньким чудовищем до зимовыми